Дорогие друзья, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, и со мной в студии мои гости. Моя соведущая сегодня Ольга Голдобина. Ольга является еще председателем Совета по культуре и искусству округа Губинске. Ольга, здравствуйте и спасибо, что вы с вами. Добрый день! Здравствуйте всем! Рада вас видеть. Также сегодня в нашей студии Светлана Степанова. Светлана Константиновна, вы председатель Совета ветеранов округа Губинске. Спасибо, что вы сегодня пришли. Я очень рада всегда, когда меня призывают такие городские наши телеведущие. Чуть-чуть микрофончик поближе, микрофончик. Спасибо большое за организацию сегодняшнего эфира, Ольга. Мы сегодня так мобильно соорганизовались, и вам спасибо, что вы согласились прийти. И я рада, что сегодня в студии мой любимый округ Губинский. И всегда радуюсь, когда в нашей студии представители этого округа. И всегда сожалею, что я живу не в вашем округе. Самом замечательном, по-моему, округе нашего города. У нас такой активный округ, да. Вот Светлана Константиновна сегодня мной была приглашена, потому что вот у нашего Совета ветеранов есть потрясающий альбом. Вот здесь он представлен, альбом. И этот альбом они нам презентовали на 9 мая, да, Светлана Константиновна? Наше общество, Совет ветеранов Губинского округа решили сфотографироваться у всех памятников города Якутска. Сколько вот в этом альбоме памятников, Светлана Константиновна? Здесь у нас ровно 100 памятников. И это не все, какие есть в городе. Вот что нас всех поразило, на самом деле мы действительно не знаем, сколько в нашем городе делается хороших, потрясающих, таких знаковых вещей, да. И вот 100 памятников. Расскажите, пожалуйста, нам, как вам пришла эта идея в голову, и как вы это чудо сотворили? Ну, это, конечно же, мы, Губинский округ, Совет ветеранов, очень активные женщины. Они все рады что-то такое свое внести, что-то придумать, что-то затеять. На это у меня, конечно, мой актив очень такие хорошие на выдумке. И когда придумали вот такую хорошую идею, дали, что давайте сфотографируемся у памятников наших. Сказали, ну, хорошо, давайте. А потом одна говорит, а давайте сделаем 100 штук столетию. То есть этот альбом был приурочен к столетию, да, нашему республике? Да, столетию республики. И вот мы решились на это дело. И аккуратно, прямо, чуть ли не каждый день ходили группами на памятники наши. Выезжали на автобусах. У нас, конечно, своего транспорта не было. Поэтому очень много ходили пешком от одного памятника до следующего. Тут есть моменты, когда ни на чем не подъедешь, не подкатишь, и надо идти пешочком. И так мы приличное количество километров прошлись по городу Якутску. Мы вот со Светланой вместе видим, да, что вы фотографировали. Это всё делалось во время зимы. Да, зимы. Какая температура тогда была? Вот смотрите, пожилые люди, да, у памятников тепло одеты, конечно. Но снег кругом. Какая температура была? Это мы начали в октябре прошлого года. Закончили в марте этого года. Какой укроп такие ветераны активные. Самые зимние, холодные, конечно, время мы не снимали эти кадры, потому что, во-первых, быстро темнело, поэтому там ночные кадры делать не стали. А так как, тем более, в холод быстро замерзали наши телефончики, на которые мы снимали, и фотоаппараты. То есть, получается, даже фотографа не было. Вы сами делали фотографии. Вот это для меня открытие, на самом деле. Потому что очень качественные фотографии. Вот у меня в моём телефоне много этих кадров, которые тоже попали в этот альбом. Потому что все хотят сниматься возле памяти, а кому-то снимать надо. Я говорю, ну, давайте я сниму. У меня хороший телефон, как бы поновее. А я вот не обратил внимание, там в конце написано, что фотограф именно Степанова была, Константиновна. Это не одна я была, во-первых, да. У нас ещё у Надежды Прохоровны, ещё у кого-то там кто-то ещё свой телефон тоже давал, когда наши телефоны замерзали уже, подмерзали, сказали, всё, моя уже не пашет, давайте, следующий мой телефон уже замёрз, следующий телефон давайте у кого ещё может снимать. И вот вытаскивали следующий у кого-нибудь телефон, снимали, а потом, значит, всё собирали в одно, в один альбом, как бы, да. И потом уже отдали редакторам, отдали тем, которые согласились нам помочь сделать, выпустить этот альбом. И большое, конечно, огромное спасибо нашему депутату Хрисофоровой Марии Николаевне, которая очень много сделала для того, чтобы... Мария Николаевна, да, она всегда стремится помочь, поддержать. Она всегда нас поддерживает. Особенно Губинский округ, по себе просто знаю, так, по своей работе общественной. Поэтому она, да, очень молодец. И ещё я вижу, что каждому памятнику у вас есть материал. Обязательно. А где вы его собирали, кто помогал вам, в какие сроки это было сделано? Ну, это материал, мы сами вот так находили по интернету, во-первых. Как-никак бабушки немножко продвинутые. По-моему, кардинально продвинутые. Заходим в интернет. И я поначалу не очень-то в этом ладила, а потом мне чуть-чуть подсказали. И пришлось, значит, всё выискивать в интернете данные. Там немножко биографии, где кто построил. Поставил какие-то авторы памятников тоже где-то проскакивают. Значит, бывает, что мы там подписывали где-то. Но здесь, по-моему, авторы памятников не написали. В основном только о самих героях, которые в этом памятнике воплощены. Мы сегодняшнюю тему обозначили как воспитание, как патриотическое воспитание. И как раз если вот такой альбом попадёт в руки подросткам, школьникам, это же очень познавательно. Было бы замечательно. И как пример, и как информационно. В городе действительно, вот наши детки всё-таки о городе знают мало. И таких вот альбомов, ну, это вот вы же сделали только вот какое-то конкретное количество для конкретных людей. Искренне жаль, конечно, что нет такого вот большого количества, чтобы это можно было купить, увидеть в библиотеке. Ну, и напрашивается, конечно же, следующий вопрос. Раз это не все памятники, вы собираетесь продолжать делать эту работу? Ну, об этом мы как-то не задумались, потому что то, что мы задумали, именно что сделать к столетию, мы как бы план выполнили. Дальше у нас идут другие планы, другие идеи, другие затеи. Поэтому, значит, мы это, наверное, вот на этом уровне, скорее всего, остановим. А дальше, если будут молодёжь кто-то уже подхватывать, продолжать, то, пожалуйста. В Губинском округе у нас есть хороший молодёжный совет. Давайте мы как-нибудь им это поручим. И мы посмотрим, как они эту работу сделают. Молодёжь сделают лучше или хуже, чем у нас в Совет Федерации. Ну, вот мы их призываем. Сроки конкретно их поставим до марта месяца. И какие памятники не вошли сюда, наверняка ещё памятников достаточно, чтобы они вот нам собрали материал, да? Мы даже буквально уже сказали, что у нас уже распечатано, напечатано. Еду на автобусе, и есть остановка «Вторая школа». Ну, тут мы сто раз ездили туда-сюда обратно и не замечали, что напротив есть памятник Ярославскому возле дома номер 5 улицы Ярославского. И он не вошёл у нас вот в этот альбом? И его здесь у нас нет, к сожалению. А так, конечно, было бы хорошо, если бы этот альбом ещё расширился, ещё бы внёс те памятники, которые не вошли сюда. Может, хорошо оставили фронт работы для нас. Фронт работы для малого жилья. Ну, может быть, мы и жителей города, соответственно, попросим подключиться, кому это интересно. Пожалуйста, в управу Губинского округа вы можете позвонить, обратиться. И нам это всё передадут, и мы с вами вместе сможем продолжить эту замечательную работу. Правда, вдруг будет какая-то сборная команда, да? Это было бы очень здорово, потрясающе. И пользуясь моментом, я хочу сказать, что вот мы Губинские, называемся Губинские, Губинские. А откуда мы взяли этого Губинского, да? Почему Губина? Почему Губина стала? Это у нас недавно стали Губинскими. Раньше у нас была эта улица Озёрная, а сейчас она считается улицей Губина. Володя Губина – это наш герой нашего времени. Да. Именно герой нашего времени. Владимир Сергеевич Губин, он приехал в Якутск в 61-м году. Да, он один год всего, да, неполный был, по-моему, да, в Якутске? А так он в Якутии был раньше немножко, значит, три года перед этим событием они ещё приезжали. Они были, работали немножко в сангарах, проходили практику. Светлана Константиновна, минуточку, да, уважаемые зрители и радиослушатели, речь сейчас идёт о памятнике Владимиру Губину, о человеке Владимиру Губину, в честь которого названа улица в городе Якутске, в честь которого названа управа Губинского округа, Губинское, и ЖКХ Губинский. И Светлана Константиновна сейчас нам рассказывает историю человека, которому в 2019 году на улице Губина был поставлен памятник благодаря работе управы руководителю и общественности Губинского округа. Как раз альбом у нас открыт на фотографии. Альбом, да, и вот фотографии тоже можно посмотреть. Ну, на фотографиях там наверняка видно, что там возле памятника Губину мы собираемся обычно 8-го числа, это его день рождения. Как раз в этом году вот фотографии с мероприятия. Вот фотографии этого года, и там, значит, пришли ребята с речного, вернее, сейчас институт водного транспорта называется. И вот на фотографии видим женщин вот в сером пальто, она Нина Егоровна Готовцева. Она была... Лично знакома. Лично знакома. Они дружили семьями с Володей Губиным, и вот как раз, когда они были в Сангарах, жили, вот Нина Егоровна рассказывала, к ним приехали вот Володя Губин с женой. Из Мурманска они сами, да? Да, из Мурманска приехали, у них там практика была, они работали. Потом, значит, им настолько понравился наш край, что они захотели приехать. И попросили вот как раз мужа, вот Аганины Егоровны, Василия Гавриловича, чтобы он вызов сделал, и чтобы к ним они приехали бы работать. И вот Василий Гаврилович сделал вызов, что им нужны вот такие работники, и они потом приехали в Якутск. Уже в Якутске, конечно, они жили тогда тоже в маленьком деревянном домике, тогда еще этих больших домов не было. Сейчас прервемся, и во втором блоке мы расскажем о... продолжим рассказ о Владимире Губине и о его подвиге. Оставайтесь, дорогие слушатели, через две минуты. Дорогие друзья, мы продолжаем сегодня в нашей студии округ Губинский в лице Светланы Степановой и Ольги Голдубиной. Ольга сегодня ведет эфир, я чуть-чуть помогаю, и мы рады, что вы с нами. Мы говорим о том, что 8 октября состоялось возложение цветов к памятнику Владимира Губина, героя. И Светлана Константиновна в первом блоке начала рассказывать. Сейчас, пожалуйста, продолжите о его судьбе и о том, какой подвиг он совершил. Я думаю, это обязательно нужно вспоминать, об этом говорить, и чтобы подрастающее поколение тоже знало о том, вот как люди самоотверженно могут броситься и не думать о себе за чужую жизнь. И для меня это, конечно, всегда... Ну, в нашем мире много, конечно, таких подвигов, особенно в нашей Якутии, допустим, в северном крае, потому что здесь народ от природы самой так устроен, что он не может не помогать тому, кто от тебя требует помощи. И пройти мимо, да. Такого никто бы не смог. Мне кажется, что это подвиг не только... Конечно, Володя Губин положил за это свою жизнь. Расскажите нам более расширенно, скажем так, об этом подвиге. Володя Губин у нас, значит, в 61-м году только приехал в Якутск, а уже через год он, проработав один год, стал из рядового инженера уже начальником планового отделения. Так. Он очень талантливый был молодой человек, очень такой душевный. Он не знал, что такое страх, видимо, да, потому что вот 6 октября уже 62-го года вот он, будучи почти отцом, как говорится, жена уже была на 10-м месяце беременности. На 7-м. Ой, извиняюсь, уже 10-й. Ничего страшного. Волнение это всегда нормально, не волнение. На 7-м месяце беременности. И вот она... Они мимо проходили, да? Они вместе шли. Шли вдоль озера и увидели, что там тонут дети, да? И видели, что там четверо детей барахтуются вот в ледяной воде. В ледяной воде. И на осколки льда пытаются как-то удержаться. И вот он, долго не думая, прыгнул в спас. Сперва двоих вытащил, а потом две девочки оставались, и он еще за ними палит. Воду, и, естественно, ледяная вода, холодная, не могла столько времени, вот его это вынести не может. То есть четверых детей Владимир спас, а сам... Да, четверых спас. И пока он, значит, выталкивал девочек последних, там другие, которые подошли, люди, помогали вот вытащить девочек, и даже не заметили, что он сам герой-то ушел под воду. И вот таким... На глазах у супруги это все, трагедия вот эта вот состояла. На глазах у супруги, на глазах у всей этой толпы, которая вот спасала детей, тоже помогала уже в последующем, уже на берегу стоя. И он отдал свою жизнь за этих детей, которые... А вот дети, их семьи, они как-то приходят, участвуют в возложении цветов? Конечно, они обязательно... Вот именно речь идет о тех детях, которых он спас. Которых спас, да, да, да. Четыре ребенка. Ну вот мы на открытии памятника были, прилетала только его дочь, да, у него вот родилась дочь, то есть супруга же была, как раз ждала ребенка, родилась девочка, они какое-то время пошли в Якутске. И из того, что говорила его супруга, конечно, можно было понять, что она просто не вынесла этих воспоминаний, и она уехала. То есть это очень болезненно для нее было, она уехала. А вот эти четверо детей, Светлана Константиновна, не в курсе, да? По-моему, никто из них вот не живет сейчас в городе Якутске, никого нету, потому что на открытии памятника эти дети обязательно пришли. Такое не забывается. Это 62-й год. Это должны быть мои ровесники. Да, 58-й и 57-й год рождения где-то, да, то есть эти детки должны были уже быть взрослыми, сами бабушки, дедушки уже, вот, и никого не было. И их дети и внуки, это же, получается, человек им спас, и вот поэтому жизнь продолжилась. Ну, это, конечно же, если мы не знаем, где они находятся, да, конечно, мы даже передать же не было возможности, что вот открытие памятника вашему дедушке, там, прадедушке и так далее, да. Поэтому была только дочь. По-хорошему, сами бы они могли бы и выйти. Да, памятник был поставлен вот три года тому назад всего лишь. Да, три года назад. Современность наше время же это все. Это вот у нас в округе, я все время говорю, дай бог здоровья этому человеку. Есть такая замечательная женщина, руководитель управы, Гульжан Аганерова, да, Гульжана Амбликеримовна. Это человек с высоким уровнем патриотизма. Это человек, который живет, у нее лозунг, в жизни всегда есть место подвигу. Настолько это правильно, сильно, мощно. Ну, нас и воспитывали ведь так, правда? Сейчас вот у меня четверо детей, как бы я все время дома об этом говорила. Но я ни разу не слышала, чтобы там в школе что-то говорили подобное. Искренне жаль. Нас-то в школах этому учили, да? На каждом уроке какие-то разбирались моменты, и всегда говорилось, в жизни всегда есть место подвигу. И вот Гульжана Амбликеримовна очень долго вынашивала эту идею, подключила общественников. И вместе с общественниками было принято решение. Я, насколько понимаю, был грант выигран, да? Ну, видимо, ага. Писали документы, вот эти все сдавались в мэрию. И какая-то часть денег собиралась, я лично тоже участвовала, собиралась для установки этого памятника. Потому что там что-то идет с гранта, что-то идет от жителей округа, да, или жителей города. Вот, мы все собирали, и благодаря вот этой вот активной работе управы и общественности округа был создан и установлен этот замечательный памятник. И дети все-таки были на вот церемонии возложения цветов, другие дети. Учащиеся, да. Тоже молодые люди. И много было детей, я въела тоже фотографии. И, Ольга, у вас... Но вы не видели, Светлана, какой был огонек в глазах у детей. Сколько было интереса у этих мальчишек, которые... Ну, это уже мужчины, в принципе, да, это сформированные личности. И какой у них был огонь в глазах, когда вот им рассказывалось про этот подвиг, несмотря на то, что рядом стоит жена, которую тоже надо беречь, как хрустальную вазу, да, потому что скоро будет ребенок, человек бросается в воду, в ледяную воду, не снимая с себя ни пальто, ни ботинки, ничего, да, целиком вот в этом и уходит в воду, да, чтобы спасти этих ребятишек. Мальчики наши, речники, у них вот, мне кажется, они дышать забыли как. То есть настолько они были впечатлены. Мы все слышим про этот подвиг, но чтобы очевидец, человек, который дружил с этим человеком, живая легенда, вот она стоит, я знал этого героя. И вот эмоционально, тепло, со слезой в глазах это им рассказывает. Мальчики с душой это все приняли. И было очень приятно, что ребята нас услышали. Сейчас очень важно патриотическое воспитание, очень важно восприятие правильно того, что происходит вокруг, любить свою родину, свою землю. Ну, не говоря уже о том, что любить родителей и вообще людей, какие есть вокруг, это очень важные моменты. Да, я знаю, Ольга, что вы сейчас работаете над тем, что очень важно собрать какую-то помощь тем бойцам, мужчинам, молодым мужчинам, которые сейчас отправляются на фронт. Ну, вот у нас, да, совет ветеранов тоже активно. Мне, так как я все-таки тоже много лет являюсь общественным деятелем таким городским, мне звонят пенсионеры. Сегодня с утра, я почему просто еще в таком эмоциональном ярком состоянии, мне звонят пенсионеры и говорят, а когда будем собирать теплые вещи на фронт? У них нет понятия там нашим ребятам, да, они говорят, на фронт. Это люди старой закалки. У них... Той войны. Да, они выросли в этом состоянии. Все для фронта. И вот у них вот эта вот мысль сегодня... Я, извините, за утро мне на карту перевели 20 тысяч. Вот я вот сейчас после передачи я поеду закупать носки, теплые вещи, средства гигиены. И наш совет ветеранов тоже нас поддержал сегодня. Вот мы разговаривали, они говорят, да, 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 мы тоже это начинаем делать. Сейчас в очень таком ярком, ну, скажем так, моменте надо обязательно понять, что это необходимо. Неважно, кто прав, кто виноват в данной ситуации. Она есть, она сложилась. Ее надо решать. И решать надо только тем, чем мы можем это решить. Мы, находящиеся в тылу, можем просто помочь самым необходимым. Правда? Я считаю, что это, прежде всего, теплые вещи, средства гигиены. Ну, какая-то часть медикаментов, конечно же. Но будем делать все по силам. Правда? Что нам по силам? Конечно, наши ветераны с удовольствием, как говорится, всегда поддерживают те начинания, которые нам подкидывает вот управа наша, молодежь. И, тем не менее, значит, несмотря на то, что пенсионеры сидят на своей мизерной пенсии, как бы, да, но, тем не менее, они находят какие-то немножечко средства, чтобы собрать что-нибудь, дать, говорят, может, связать носки. Потом сказали, давайте вязаные не будем, потому что есть новые магазины, надо качественные, теплые, утепленные, сейчас разные есть носки, можно вот такие закупить, допустим, и уже принести, собрать и отправить. И они сказали, ну, давайте тогда так хотя бы, потому что раньше, конечно, они могли бы действительно что-то сшить, делать, что-то связать. А так, говорят, ну, кто там оденет ваши вязаные вещи? Там тем более такая специфическая обувь, да? Конечно, лучше купить готовое изделие. Переда зима, холода все равно будет, не только у нас будет, но и Европа все равно ощутит эти холода. Так что им тоже надо будет утепляться. Мы насчет этого бабушки, дедушки очень хорошо знаем, что такое утепляться. Мы, как только в сентябре начали чуть похолодание, мы уже одели свои теплые носочки. Конечно, конечно. Поэтому, значит, бабушки, дедушки говорят, ой, надо помочь молодежи, сейчас они все такие. Это наши дети, конечно. Все равно они ходят так в легкой одежде, все равно хоть форменная, неформенная, все равно надо им немножко тепла нашего отдать. Дорогие жители города Якутска, дорогие радиослушатели, мы к вам обращаемся с призывом, не за помощью, а с призывом активизироваться, помочь тем, кто сейчас решает очень сложные проблемы прямо на свежем воздухе, скажем так, на земле. У нас есть волонтерский пункт на Орджоникидзе 10 на втором этаже, куда можно сдавать теплые вещи. Но также вы можете, я считаю, обратиться в свои управы, вам не откажут, принести туда, и потом это все будет воедино, взаимосвязано, отправлено на фронт. Мы еще продолжим эту тему буквально через две короткие рекламные минуты. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Сегодня в нашей студии округ Губинский в лице Светланы Степановой. Она председатель Совета ветеранов и Ольги Голдобиной. Она председатель Совета по культуре и искусству округа Губинский. И моя соведущая сегодня, вернее, я бы сказала, даже я ваша соведущая сегодня, а вы ведущая, потому что основная нагрузка по эфиру ваша, организация ваша, за что я вам благодарна. И я уверена, что сегодня наш эфир очень своевременный, и очень важный, потому что мы говорим о памяти, мы говорим о помощи. И сейчас в третьем блоке, конечно же, мы продолжим. В предыдущем блоке мы говорили о том, что мы призываем жителей республики, жителей города собирать теплые вещи. Не по 10 штучек, не по штучке. То есть вот, ну, как-то это сделать более масштабно, более результативно, потому что людей там у нас много, которые будут мерзнуть, и помочь надо многим. Пункты у нас по сбору есть только один пункт в городе Якутске, Орджоникидзе, 10 второй этаж. Но я думаю, если вам это далеко, если вам это неудобно, вы можете обратиться в управу. У нас есть управы наших округов, которые делают огромную социальную работу. Это их работа. Спокойно можете принести и сказать, вот, я принес для фронта посильную помощь. Неважно, теплая одежда, медикаменты, средства личной гигиены. Вам всегда скажут спасибо, и всегда примут, и передадут в пункт сбора всех этих вещей на Орджоникидзе, 10, и это все поедет по прямому назначению на фронт, скажем так. Ольга, вот есть еще люди, которые, когда слышат призыв такой к населению о том, что вот нужно помочь на мобилизацию, они говорят о том, что почему, собственно, вот мы и есть правительство, есть администрация города, и почему вот должно правительство обеспечить нашу армию всем необходимым. Ну, хорошо, все, конечно, кому-то чего-то должны, наверное. Я считаю, что это не очень правильная оппозиция. Нам же с вами не все равно, правда? Да. Как это будет? Нам не все равно, как им там приходится всем. У нас у всех есть душа, есть любовь, есть понимание. Родины, Отечество, в конце концов. И я, честно говоря, категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Пускай лучше государство эти деньги тратит на качественное вооружение, на своевременную там какую-то тыловую работу, да, для того, чтобы фронты наши вот. А мы поможем, чем сможем, но поможем. Мы же не берем на себя все, что необходимо делать государству. Нет, конечно. Это посильная помощь, это, ну, как сказать, флаг любви, что ли, тем людям, которые... Вот у меня два племянника уже туда ушли. Понимаете, тем людям, которые там, за которых болит душа. И не важно, у кого ушел человек, у кого не ушел, не важно. Главное – это добро, которое принесет позитивный результат. Вот это вот очень важно. Кто-то меньше заболеет, правда? Кого-то это спасет от другого, чего-то более негативного. И я считаю, я уверена, что собирать это все мы должны, делать мы это должны. И жить надо, понимая, что ты сделал добро, пользу и кому-то чем-то помог. Это лично мое мнение как человека. Боже человек, вы. И есть помощь и такая, о которой вы говорите, а есть еще помощь, когда можно поддержать хорошим настроем бойцов и подарить какую-то хорошую песню, какую-то про то, что, ну, как бы усилить мир, что ли, про любовь, про какое-то вот такое вот настроение. И я знаю, что и в этом вы преуспели, Ольга. И у вас есть замечательная песня «Сияй, Якутск», которую мы решили в нашей эфире, когда Ольга будет ведущей, ее включать, потому что она задает действительно такой вектор на какую-то такую вот победу, на мир, на какое-то вот такое единение, то, что мы вместе. И, может быть, несколько слов скажете о вашей песне. Я думаю, в конце передачи будет очень хорошо, уместно, что мы увидим и послушаем эту песню. Ну, да, я согласна с вами. Почему? Не потому, что я прямо автор, прямо... Нет, конечно, я согласна, что где бы мы ни находились, в каких бы условиях мы ни находились, музыка, творчество, поэзия, художественная литература, все, что нас окружает, должно давать нам добро, любовь и веру в будущее, веру в завтра. Это все должно быть обязательно. И этот клип мы уже показывали, мы просто о нем не рассказывали, не было такой возможности, мы не рассказали о нем. И слушать мы его на радио уже несколько раз прослушивали еще, начиная с августа, эту песню. Песня называется «Сияй, Якутск». Мне очень захотелось написать что-то для города позитивное, толкающее к созиданию, к миру, к любви, к счастью. И эта песня получилась. Снять клип мне помогли руководитель нашего проекта, режиссер Туяра Макарова, замечательный педагог, учитель по образованию. Оператором у нас был Дмитрий Лишеев, потрясающий человек, с колоссальной энергетикой, такой подвижный, яркий, искрометный. Там у нас есть сцены с детьми. Хореографом являлась, работала, сотрудничала с нами Екатерина Толбонова. Тоже очень яркая личность, очень творческая, чувствующая ритм, время, даже ветер. Как бы вот такое ощущение, что прямо у человека на ветер была правильная расстановка, и быстренько вот все это расправлялось, расставлялось, разворачивалась камера. Вот, потрясающие люди, клип «Сияй, Якутск». Посмотрите, пожалуйста, премьеру мы не объявляли, не видим в этом смысла, а тем не менее, вот показать его и показать не один раз, очень хочется. Получите хорошее настроение, услышьте нас, будьте здоровы и любимы. И пусть наш город сияет обязательно. И пусть наш город растет и развивается. Светлана, Ольга, спасибо большое за сегодняшнюю нашу встречу. Смотрим клип и слушаем песню. Здесь дивный город на земле, в долине вечной мерзлоты. Вокруг него тайга шумит, и в небе кружат журавли. Века великая течет, народ радушный здесь живет. Это Якутск, это Якутск, его полюбишь ты. Якутск и всем нам очень дорог, как суровый, но любимый город. Сияй и расцветай в любви и чувство радости дари. Горде с тобой мы каждый день благодарим. Сияй, Якутск! Сияй, Якутск! Высоко в небе журавли, то вести счастья и любви. Зимой и летом твой народ благую весь тебе несет. Что будет век тебя хранить и развивать, боготворить, все для тебя, все для тебя, клянусь, тебя люби. Якутск и всем нам очень дорог, суровый, но любимый город. Сияй и расцветай в любви и чувство радости дари. Горде с тобой мы каждый день благодарим. Сияй, Якутск! Сияй, Якутск! Листая лето, пись времен, ты сквозь города иди вперед. И жизнь куда-то все бежит, спешит, и время нас не ждет. И лишь история хранит тепло людских сердец. Слово «границ» это Якутск! Это Якутск! Якутск и всем нам очень дорог, суровый, но любимый город. Сияй и расцветай в любви и чувство радости дари. Я здесь с тобой мы каждый день благодарим. Сияй, Якутск! Сияй, Якутск! Якутск! Замечательные клипы и отличная песня. Ольга, я вас еще раз поздравляю с таким проектом. Мне очень все нравится. И действительно, эта песня, она дарит какой-то, направляет вот этот вот вектор на то, чтобы все было замечательно, все было хорошо, и настроение дарит отличное. Спасибо большое. Светлана Константиновна, я надеюсь, что вам сегодня понравилось с нами общаться. Конечно. И мы будем вас еще приглашать. С удовольствием. И освещать на телевидении и на радио то, что делает наш совет ветеранов. Ветеранов осталось мало. Да. Людей, которые помнят эти события, тоже мало. И поэтому, чем больше мы будем говорить об этом, чем больше мы будем вспоминать, как это было, как нас воспитывали, как вас воспитывали, тем, мне кажется, и дети наши будут по-другому относиться к боли, к горю, опять же, к любви и к радости. Мы все будем заново в этой жизни учиться любить, праздновать и верить. И помнить. И помнить. Главное – помнить. И пусть этот альбом будет иметь продолжение. Вот такая хорошая традиция вашего округа. Всех слушателей и зрителей благодарю за внимание. Спасибо, что были с нами. Всем отличного вечера. Всем здоровья и счастья. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok